Сегодня мне хотелось бы рассказать о том, как мы стараемся работать над качеством выпускаемых нами локализаций. Как также следует из рассказа Лены и Ларисы, в компании достаточно широкая продуктовая линейка. Это разные решения с разным функционалом, направленные на разные целевые аудитории. Разумеется, продукты выпускаются абсолютно на разных языках. Поэтому мне в качестве примера, для того чтобы речь была более сфокусированной, хотелось бы привести один из проектов, над которым непосредственно я работаю. Это проект Касперский секьюрити для Microsoft Exchange Servers и Касперский секьюрити for SharePoint Server. Как следует из названия, это корпоративные продукты, предназначенные для защиты серверов Microsoft Exchange и SharePoint, а также для предотвращения утечек данных организаций. Целевая аудитория — это, соответственно, администраторы серверов Exchange и SharePoint, а также специалисты по информационной безопасности. В целом над продуктом работает около 28 человек. То есть мы небольшой проект, но уютный. Итак, с какими языками мы работаем? Здесь все достаточно ограничено. Основной язык, с которым работают технические писатели, — это русский язык. С русского языка происходит локализация на английский язык, его американский вариант, а также на немецкий и французский язык. И для КСЕ, для защиты for Exchange, существует еще две дополнительных локализации. Это китайский язык для КНР, для Китая, упрощенный китайский, и традиционный китайский, для Тайваня. С локализуемыми материалами, с которыми мы работаем все стандартно, это пользовательский интерфейс и онлайн-справка. Что касается интерфейса, мы работаем с файлами в формате .txt. Оба продукта используют общую локализационную базу, поскольку у обоих этих продуктов есть некоторые общие компоненты, общая терминология, которую нужно учитывать. И по статистике локализационная база интерфейса составляет около 22 тысяч слов. Что касается справки, это пользовательские материалы в формате онлайн. Мы не так давно отказались от офлайн-вариантов документации. В данном случае обрабатываются htm-файлы, файлы в формате .js и .json. И локализационная база, переводческая память насчитывает порядка 93 тысяч слов. Вкратце опишу алгоритм, по которому работает подготовка как текста на языке источники, так и локализованных версий. Итак, в первую очередь системный аналитик или разработчики по стандарту отбирают юзер-стори, который нужно отразить в интерфейсе или задокументировать, передают эту информацию писателю, писатель подготавливает текст и передает его на оценку редактору. После того, как редактор внес свои правки, текст передается на утверждение проектной команде. Как правило, это кто-то из разработчиков, тестировщиков, системный аналитик, то есть заказчики текста. На этом этапе можно отловить какие-то технические ошибки, убедиться, что текст технически корректен. После того, как готов сорс текст, исходный текст, он передается нам непосредственно на локализацию. Когда мы перевели наши ресурсы, мы проводим лингвистическое тестирование локализации. Я расскажу о нем потом более подробно. А также передаем локализованные материалы на ревью нашей проектной команде для того, чтобы отловить какие-то очевидные технические ошибки и убедиться в том, что наших разработчиков и тестировщиков текст устраивает. После того, как были выявлены ошибки, с которыми нужно поработать, проводится багфикс и регресс. То есть мы устраняем найденные ошибки, убеждаемся, что в интерфейс эти исправления поступили. И на этот момент мы считаем, что наша работа с текстом закончена. Наступает наша минутка бюрократии. То есть менеджер, который отвечает за документирование и локализацию на проекте, подготавливает так называемый профиль качества. Это документ, в котором все участники процесса подготовки текста, как исходного, так и локализованного, ставят свои подписи, скажем так, подтверждая то, что их задача на проекте выполнена, что с их точки зрения текст готов к тому, чтобы зарелизить продуктовую версию. И, собственно, после этого происходит релиз. Вкратце о параметрах и задачах, по которым мы оцениваем нашу работу и с которыми нам, собственно, приходится сталкиваться в процессе подготовки и локализации. В первую очередь, конечно, это лингвистический аспект. То есть нам нужно убедиться, что переведенные ресурсы, переведенный текст в точности отражает семантическую нагрузку, семантический смысл оригинала. Также, что строчки оформлены корректно с точки зрения грамматики, синтаксиса, стилистики, пунктуации. И лексический аспект, в первую очередь, касается использования корректной терминологии и единообразия ее использования. Далее следует косметический аспект. Нужно убедиться, что текст корректно отображается в готовых продуктовых окнах графически, что текст корректно выровнен, что используется правильная кодировка, что текст полностью помещается в отведенное ему графическое пространство и так далее. И последний аспект – это юридический аспект, разумеется, немаловажный. Здесь речь идет в первую очередь о проверке товарных знаков лаборатории Касперского и сторонних производителей. Итак, теперь поговорим уже напрямую о локализации. Нужно сказать, что для того, чтобы подготовить успешную локализованную версию продукта, нужно уделить должное внимание качеству исходных ресурсов, с которых непосредственно идет перевод. Несмотря на то, что мы работаем, разумеется, не с художественным текстом, а с техническим текстом, который достаточно строго регламентирован по разным параметрам, тем не менее, все равно некоторые ошибки при переводе встречаются. И также нужно учитывать то, что в данном случае переводчики работают не с повествованием, когда речь идет, например, о локализации ресурсов интерфейса, не с каким-то сплошным текстом, а с отдельными ресурсными строками. И иногда достаточно сложно определить контекст, в котором используется то или иное слово. В зависимости от этого могут появляться те и иные неточности перевода. Итак, что мы в первую очередь ждем от наших технических писателей? Мы всегда просим наших коллег, чтобы они как можно чаще, по максимуму старались избегать амонимии в тексте. Вот, например, приведен пример, когда в тексте источники используется глагол «пропускать», и первый порыв, разумеется, перевести его на английский как «skip», то есть «пригнорировать», «оставить без внимания». Но в то же время у глагола «пропускать» есть и второе значение, то есть «пропускать» в смысле «допускать», наоборот, «позволять обеспечить доступ». Тогда привод будет совершенно другой, это будет «allow» или фразовый глагол «allow in». И в контексте антивирусной защиты это весьма значительная разница, потому что в первом случае семантика предполагает то, что софт пропустил некоторый объект без проверки, а во втором случае проверка была произведена, и софт пришел к выводу, что объект угроз не несет, следовательно, можно с ним работать дальше. Еще один пример, вопрос в инсталляторе. Сохранить базу данных на SQL-сервере. Опять же, первый порыв перевести глагол «сохранить» как «save». Но нужно понимать, что если в русском языке у термина «сохранить» достаточно гибкое значение, то в английском языке, особенно в IT-контексте, в контексте IT-терминологии, «save» предполагает в первую очередь записать файл на какой-то носитель информации, например, сохранить файл на диск. Здесь же речь идет не о том, чтобы сохранить базу данных в отдельном файле, а просто о том, чтобы оставить ее, не трогать, и сохранить на память потомкам для дальнейшего пользования. Переводчику очень сложно понять это из контекста, о чем идет речь. Мы, например, решили в данном случае вопрос таким образом. Мы переформулировали саму фразу, теперь она звучит так. База данных больше не используется ни одним экземпляром программы. Удалить эту базу данных. И нужно было просто попросить наших разработчиков поменять местами кнопки с подтверждающим функционалом. Также, о чем уже говорили Лена и Лариса, очень важно по максимуму стараться избегать разбивания фразы на несколько строк. Нужно понимать, что каждая строка, которая графически выделена в тексте окна, она будет отдельно представлена в ресурсных файлах, с которыми мы работаем. И зачастую эти ресурсные строки не будут идти одна за другой. То есть переводчику при обработке проекта не всегда можно будет понять синтаксический контекст использования той или иной фразы. Как, например, в данном случае фраза «Поле кому?» не содержит адресов. Переводчик на немецкий язык расценит ее как вполне самостоятельное предложение и переведет с использованием прямого порядка слов. А когда мы соберем сборку, когда у нас будет готовый билд, мы поймем, что на самом деле это не самостоятельное предложение, а так или иначе предаточное предложение более развернутой фразы. А значит, что в немецком языке нужно поменять порядок слов в предаточном предложении, иначе мы получаем весьма грубую синтаксическую ошибку. То же самое касается ситуации, когда фраза разбивается на несколько частей с помощью спинбоксов или аналогичных элементов, которые не выносятся в текстовые ресурсы, то есть которых ни инженеры по локализации, ни переводчики не могут увидеть при обработке проекта. Теперь после того, как у нас готов сорс-текст, исходный текст, с которым мы вполне успешно можем работать, начинается процесс локализации. В первую очередь вступает в дело инженер по локализации, он берет готовые исходные ресурсы, и нужно обработать их с использованием уже наработанной локализационной базы, с использованием систем автоматизированного перевода. То есть проводится pre-translate, в рамках которого проводится проверка на соответствие нового текста уже переведенным сегментом, подставляется перевод строк, который 100% соответствует тем, которые уже имеются в наработанной базе, а также подбирается перевод строк, которые максимально соответствуют тем, которые есть в базе. После этого проект обрабатывается, и в дело вступают наши коллеги из агентств, из переводческих агентств. Коллеги проводят перевод и редактуру, и в качестве справочных материалов они получают от нас в первую очередь унифицированный глоссарий. Это кросс-платформенный глоссарий лаборатории Касперского, который содержит в себе термины, характерные для всех проектов. Также проектный глоссарий – это специфический термин, который используется не исключительно в контексте, в рамках одного конкретного проекта. И если речь идет о переводе документации, агентство также получает проектную базу ресурсов интерфейса для того, чтобы контролировать корректный перевод терминологии. После этого бандл возвращается инженеру по локализации, он проводит постобработку. О постобработке нужно сказать отдельно, потому что это весьма важный этап. Итак, в первую очередь для постобработки проекта мы используем адаптированные проверки на базе системы автоматизированного перевода. Во-первых, сама КАД-система предполагает наличие стандартных проверок, которые by default предоставляются в продукте. На этом этапе можно проверить, например, соответствие использования корректной терминологии в source ресурсах и в target ресурсах. Можно убедиться в том, что какие-то специфические символы, например, знаки копирайта, остались на месте. И также, например, убедиться, что использована единообразная терминология, и что одна и та же строка переведена одним и тем же образом в таргете. И, соответственно, бывают, конечно, случаи, когда перевод должен отличаться, но это уже остается на усмотрении инженера, на усмотрении переводчика. Нужно просто иметь в виду, что такие сегменты есть. И также КАД-система предполагает возможность кастомизированной настройки определенных проверок, которые можно с помощью, например, регулярных выражений или отдельно написанных макросов интегрировать в продукт и подстроить под нужды конкретного проекта. И помимо этого у нас в компании есть отдельный технологический комитет, который занимается автоматизацией существующих процессов в рамках локализации и документирования. Так, благодаря нашим коллегам у нас появились утилиты для проверки локализационных переменных копирайтов и ссылок в исходных и целевых ресурсах. И в отношении пользовательской документации у нас есть макрос для проверки соответствия терминологии в интерфейсе, терминологии, использованной в справке. Вот так, например, выглядит output макроса для проверки единообразия использования терминологии. То есть в первом блоке приводятся несоответствия, которые есть в базе локализации ресурсов интерфейса. И ниже приводится несоответствие между терминами в интерфейсе и терминами в использованной справке. На самом деле, единообразие использования терминологии это один из самых важных аспектов контроля качества при подготовке локализации. Во-первых, для этого есть юридические требования. То есть есть определенные юридические требования для описания работы тех или иных элементов интерфейса в пользовательской документации. Ну и, собственно, нужно понимать, что процесс поиска информации о работе того или иного программного обеспечения для клиента уже не есть самый приятный жизненный этап. Если мы еще усложним какими-то дополнительными трудностями жизнь клиента, будет совсем нехорошо. Поэтому мы на нашем проекте решили несколько обезопасить себя чуть дальше в этом отношении. И наши разработчики подготовили для нас утилиту, которую мы назвали Resource String Injector. Это утилита для автоматической подстановки терминологии UI в справочные материалы. То есть, например, как она работает? Когда технический писатель работает над текстом, он не использует как таковые названия элементов интерфейса. Он использует переменные, которые ссылаются на соответствующие ресурсные строки в последних опубликованных ресурсных файлах. Именно в таком виде генерируется целевой файл, который можно видеть на скриншоте. После этого файл обрабатывается специальным скриптом. И на место переменных просто подставляются соответствующие термины, соответствующие текстовые компоненты, которые используются в заменительном падеже в элементах интерфейса. После того, как мы подготовили несколько итераций локализованных ресурсов, мы проводим ревью текста нашей проектной команды. Мы используем для этого определенную систему контроля версий. Это программа, куда можно добавить ресурсы, которые потерпели изменения. И заинтересованные лица, то есть кто-то из разработчиков, из технических писателей, из тестировщиков продукта и так далее, могут оценить тот текст, который у нас получился, и оставить свои комментарии по поводу каких-то моментов, которые вызвали у них вопросы. После того, как ревью завершено, мы начинаем подготовку к релизу. Что касается интерфейса, английская сборка проходит отдельную проверку нашими тестировщиками, которые владеют языком, соответственно, и могут отследить какие-то технические ошибки, которые по каким-то причинам остались в переводе. И для продукта проводится лингвистическое тестирование. Я о нем расскажу чуть более подробно. Что касается справки, существует отдельная задача, так называемый pre-pubble check, которую мы заказываем агентству. В ее рамках проверяется, опять же, соответствие терминологии глоссарием, проверка оформления копирайтов и других торговых марок, проверка орфографии и пунктуации, и проверка единообразия использованной терминологии. Но, если честно, мы на нашем проекте заказываем только проверку орфографии и пунктуации. Во-первых, мы таким образом экономим и время, и финансы. А от основных проблем с остальными пунктами нас страхуют наш инжектор и другие системы автоматизации. Итак, что касается лингвистического тестирования интерфейса. Один раз в год, как правило, мы проводим полное тестирование, в рамках которого все возможные окна интерфейса каким-то образом фиксируются и проверяются. И при промежуточных релизах это итеративное тестирование, когда мы тестируем дельту, когда мы покрываем только те юзер-стори, которые были добавлены в рамках конкретного релиза. То есть, как правило, наши релизы совпадают с концом квартала. Как только у нас готова предварительная финальная сборка продукта, она проходит проверку с помощью устаревшего тест-плана, имеется в виду не особо автоматизированного качественного тест-плана. Проверка сначала проводится инженером по локализации. На этом этапе можно исправить косметические ошибки, которые возникли, и основные лингвистические ошибки, с которыми может справиться инженер по локализации, а также подготавливаются скриншоты. После этого скриншоты передаются в наши локальные офисы, с которыми мы сотрудничаем, и проверяются там лингвистами-носителями языка. Для всех языков, кроме английского, английские скриншоты предоставляются в качестве референсов. После этого происходит стандартный багфикс и регресс. Мы исправляем найденные ошибки, убеждаемся в том, что исправленные моменты корректно отображаются в интерфейсе. И, собственно, какие проблемы могут быть выявлены на этапе лингвистического тестирования. Проблемы, как правило, делятся на две группы. Это проблемы на уровне локализации, которые можно решить с помощью лингвистов, технических переводчиков, редакторов и так далее. А также проблемы на уровне интернационализации. То есть, как говорили мои коллеги, на уровне кода. Здесь становится гораздо более сложно. Это наступает период, которого с трепетом ждут перед каждым релизом наши разработчики, когда инженер по локализации будет по каждому возникающему вопросу подходить к ним и отвлекать их от дел насущных. Для того, чтобы свести к минимуму количество проблем, которые возникают на этом уровне, я приведу несколько примеров, с которыми мы сталкиваемся, как правило, и о том, как этих проблем можно было бы избежать. Во-первых, очень важно помнить о том, что в ресурсы, которые подвергаются обработке локализацией, нужно выносить все текстовое содержание. Например, на скриншоте представлен пример, когда двоеточие осталось непосредственно частью кода и не было вынесено в ресурсы, и после перевода не хватило пробела, который необходим между словом и двоеточием во французском языке. Также очень важно по возможности использовать информативные идентификаторы. Они очень помогают переводчику определиться с контекстом, в рамках которого строка используется непосредственно в продукте. Например, одна и та же фраза, установка программы была прервана, будет переведена на английский язык с использованием разных глаголов. То есть в первом случае из идентификатора видно, что произошла какая-то массовая катастрофа на уровне системы, следовательно, более корректно использовать глагол interrupt. И во втором случае понятно, что установка была прервана пользователем, следовательно, более уместен глагол cancel. Также еще один пример, когда строка просто состоит из одного слова, инкрементальное. К чему относится это слово? Будет ли род существительного, к которому относится это прилагательное, совпадать в русском, немецком, французском языке? Непонятно. Но мы видим в идентификаторе incremental scan. Scan — это проверка. Проверка в немецком языке — это unterzuhung. Следовательно, это женский род. И мы вполне можем поставить прилагательное в женский род в немецком языке. Еще один пример. Очень важно иметь в продукте возможность относительно безболезненно для кода изменить шрифт. Вот на скриншоте представлен пример, когда в некоторых элементах был использован совсем корректный шрифт, шрифт, который нетипичен для китайского языка. И наши коллеги из китайского офиса нам сообщили о том, что, конечно, они могут понять, что хотел сказать автор, но при этом это выглядит все весьма криво, и уважающий себя продукт так вести себя не должен. Мы не хотели производить на наших коллег из Китая примерно вот такое впечатление, и просто попросили наших разработчиков и дизайнеров изменить шрифт. После того, как мы изменили шрифт, выяснилось, что теперь все графически практически прекрасно, но при этом в некоторых окнах после изменения шрифта ряд иероглифов не стал помещаться по высоте, поэтому пришлось в скором времени быстро просить дизайнеров и разработчиков изменить высоту шрифта. Опять же уже поднимался вопрос сегодня, вопрос о масштабируемости окон. Как правило, в нашем продукте окна достаточно гибкие, то есть если строка становится шире, окна масштабируются автоматически. Но, опять же, например, в инсталлере есть ряд моментов, когда у окна фиксированный размер, он не масштабируется автоматически. В данном случае, например, наших коллег из немецкого офиса несколько смутил тот факт, что название продукта не полностью поместилось в хедере окна. Они попросили нас это исправить. Опять же, наши разработчики покорно это все выполнили. Вообще, разумеется, если текст по какой-то причине не помещается в окне, гораздо быстрее, дешевле и выгоднее по другим параметрам попробовать переформулировать текст так, чтобы он стал более лаконичен и помещался в окне. Но если, как в данном случае, например, такой вариант не подходит, то, опять же, нужно призывать на помощь доблестных разработчиков. И после того, как у нас готов технический релиз, мы стараемся получить обратную связь. То есть нам важно мнение людей, которые напрямую будут работать с нашим продуктом. В первую очередь, к такой категории лиц относятся наши коллеги, которые напрямую работают с клиентами. Это представители локальных офисов, аккаунт-менеджеры, пресейлс-инженеры, также инженеры технической поддержки. Негативный фидбэк вообще наиболее прогрессивен. И сейчас мы работаем над тем, чтобы создать какую-то систему получения централизованного фидбэка непосредственно от наших пользователей, потому что текстовая часть продукта, она также важна, как и функциональная часть продукта. Мы с тех пор, как перешли на формат онлайн-справки, включили веб-аналитику, и будем анализировать информацию, поступившую через этот канал. И также сейчас занимаемся разработкой проекта некоторого юзабилити-тестирования и опроса клиентов по поводу качества текстового компонента наших продуктов. Ну и перейдем к заключению. Собственно, выводы достаточно капитанские. Во-первых, нужно понимать, что качественный локализованный продукт — это результат работы всей проектной команды. нельзя рассматривать локализацию как несколько самостоятельный отдел, который функционирует и существует вне процесса разработки. То есть, как можно было понять, это работа не только инженеров по локализации, не только технического писателя, но и разработчиков, дизайнера, системного аналитика и всех людей, которые каким-то образом прикладывают руку к созданию проекта. Также автоматизация проверок в сочетании с ручным тестированием поможет свести к минимуму возможности появления ошибок разного рода на всех уровнях, на всех этапах подготовки локализации. Будет исключена ситуация, когда все ошибки посыпятся непосредственно к концу подготовки релиза, в тот момент, когда код уже близок к заморозке, и так далее. Ну и обратная связь необходима не только для улучшения общего функционала продукта, но и для адаптации его текстовой части к особенностям восприятия информации пользователя. Нужно понимать, что как только пользователь ставит продукт, первое, что он видит, это его интерфейс и это текст интерфейса, не говоря уже о технической документации, с которой кастоммер знакомится при выборе того или иного продукта. Ну и как писал классик в продукте, все должно быть прекрасно. На этом у меня все. Большое спасибо за внимание. Возможно, есть вопросы. Спасибо большое за доклад. Очень интересно. Вы упомянули про ревью текста. Не могли бы вы подробнее рассказать, как организован этот процесс? Да, конечно. Я давайте верну слайд, который… Нет, это не оно. Так, по-моему, я запуталась в своей презентации. Вот, это оно. Мы используем систему контроля версий как для охранения наших ресурсов, так и для проведения работы над ней. В данном случае это код-коллаборатор, связанный с TFS, с Team Foundation сервером Microsoft. После того, как готовые локализованные ресурсы залиты в систему контроля версий, то есть в данном нашем случае это Team Foundation сервер от Microsoft, мы получаем определенный номер чекина. И этот номер чекина можно связать с тюлитый код-коллаборатор, который продемонстрирует разницу между текущей версией ресурсов и предыдущей, залитой на сервер, версией ресурсов. Соответственно, подключив к проекту ревью несколько заинтересованных лиц, каждый из них сможет посмотреть на ту разницу, которая появилась с времен предыдущей проверки в ресурсах и, соответственно, каким-то образом прокомментировать эти файлы. Комментарии появляются, опять же, ниже. Видно, какие баги были зарепорчены, кто эти баги зарепортил и какой результат будет ожидаться. После того, как исправление ожидаемые файлы внесены, опять же, они коммитятся в систему контроля версий под определенным чекин-номером, и этот чекин-номер указывается как тот чекин, в котором проблема была пофикшена. Соответственно, каждый человек, который зарепортил какую-то проблему, может убедиться в том, что она исправлена. Спасибо. А можно уточнить, кто эти заинтересованные лица? И как? То есть это для них обязательно проревьюить? Или они сами в этом заинтересованы? На самом деле, я думаю, что, в принципе, это зависит от проектной команды. У нас достаточно открытая проектная команда, готовая к коммуникации, и наши разработчики и тестировщики, в первую очередь, они заинтересованы в том, чтобы в локализованных ресурсах не было ошибок. То есть они как раз-таки воспринимают нас как часть одного большого процесса и всегда готовы нам помочь. То есть в первую очередь мы привлекаем тех людей, которые имеют глубокие технические знания по поводу того, как должен функционировать продукт. Следовательно, в первую очередь, это разработчики и тестировщики. То есть у нас есть несколько коллег, которые просто дали свое согласие на то, что каждый раз при комитете ресурсов они готовы смотреть на изменения, готовы оценивать текстовую ситуацию и комментировать ее каким-то образом. Спасибо. Здравствуйте, спасибо за ваш доклад. Меня зовут Андрей Мельченко, я из кабинета биоинформатики и моделирования биологических процессов Института проблем экологии и эволюции Российской академии наук. Скажите, пожалуйста, какую систему автоматизированного перевода вы используете? Это как бы ваша разработка или это аутсорсная? Это первый вопрос. А вторая часть, вы достаточно сильно интегрированы с Microsoft. У вас система контроля версии микрософтская, вы свой продукт делаете под Microsoft сервер. У вас существует какое-то взаимодействие с командой локализации, ну и вообще более широко с командой Microsoft в вашей работе? Как это взаимодействие оформлено? Договором или еще как-то? Спасибо. Спасибо за вопрос, поняла вас. Что касается интеграции с Microsoft. На самом деле использованная система контроля версии – это как аутсорсное приложение, которое используется многими командами в компании. То есть оно используется как сторонний инструмент для оптимизации существующих процессов. То есть он используется не только для локализации, но и для хранения ресурсных файлов, кода, других материалов и так далее. В нашем проекте действительно есть ряд терминологий, которая совпадает с терминологией Microsoft, которую мы должны учитывать. Она вынесена в проектный глоссарий. То есть в данном случае, например, это могут быть определенные названия ролей Exchange или, например, названия определенных групп в SQL для того, чтобы засайнить пользователю какие-то права. То есть мы постарались вычленить эту терминологию, которая чаще всего встречается в наших документах, и добавить ее в проектный глоссарий. Что касается локализации, мы просто сверялись с локализованными страницами технета и саппортной системой Microsoft для того, чтобы убедиться, что в нашей документации эти термины переведены так же, как и в оригинале у Microsoft. И что касается первого вопроса по поводу автоматизированного перевода, да, мы используем средства автоматизированного перевода компании SDL. Для перевода ресурсов используется SDL Passel. и SDL Trado Studio для наработки переводческой памяти, для локализации технической документации. Спасибо. Гордон Ирина, компания «Связной». Я хотела спросить насчет обратной связи от пользователей. Она как-то выборочно получается? Либо у пользователя есть какая-то возможность, допустим, дать обратную связь в любой момент. Как это происходит? Спасибо за вопрос, Ирина. На самом деле, это самый новый этап, который мы решили интегрировать в нашу систему. То есть сейчас он действительно в, можно сказать, таком бета-формате разработки. Для себя мы в первую очередь определили, что проще всего можно получить доступ к пользователю через локальные офисы. Что касается пользователей из других стран, из других регионов. То есть мы разработали определенный опросник, который сейчас еще несколько дорабатывается. И планируем через наш локальный офис, опять же через пресейлс-инженеров, через аккаунт-менеджеров, передать его активным пользователям, которые заинтересованы в том, чтобы их мнение было учтено. И, как я сказала, когда мы перешли на формат онлайн-справки, мы сразу же активировали веб-аналитику. Соответственно, с помощью нее можно проверить, какие страницы вызвали у пользователя наибольший интерес, где пользователь дочитал до конца, а где, наоборот, текста оказалось слишком много для того, чтобы эта информация была проанализирована полностью и так далее. То есть на самом деле, может быть, если мы действительно успешно завершим этот проект, можно будет подготовить на эту тему отдельный доклад. Но пока мы надеемся, что это сработает полностью так, как мы и ожидаем. Спасибо. Спасибо. Михаил Острогорский, компания «Философт». Спасибо за интересный доклад. Скажите, пожалуйста, как организовано ваше взаимодействие с агентствами перевода? Вы на них смотрите, как на такие черные ящики, вход-выход? Или вы предъявляете какие-то требования к тому, чем они пользуются? Как у них организованы процессы? Есть ли у вас какой-нибудь интерфейс для общения с ними? Или вы просто по e-mail с ними обмениваетесь? Вот эта жизнь как устроена? Спасибо, Михаил. Мы весьма плотно работаем с нашими агентствами. То есть если речь идет о привлечении какого-то нового агентства, то это достаточно долгий процесс, который специально обученные люди, наши коллеги из специального отдела занимаются проверкой системы, по которой агентство функционирует и так далее. А если договор уже подписан, если мы уже ведем активное сотрудничество, частично оно автоматизировано. То есть у нас есть портал, на котором можно создать задачу, которую мы отправляем агентству. Это задача, в которой указывается цель, те материалы, с которыми агентству предполагается работать. Мы там указываем статистику. И мы, инженер по локализации, оформив задачу для агентства, нажимаем на кнопку «Отправить», и агентству приходит письмо, автоматически сгенерированное, с указанием всех параметров задачи, которые ему нужно выполнить. Если стоимость и остальные аспекты также рассчитываются автоматически, в зависимости от расценок, которые прописаны в договоре с агентством. Если агентство готово выполнить задачу в указанные сроки, если у него нет никаких вопросов по другим параметрам, то он отвечает на это письмо с определенной пометкой «Пруфт». Инженер по локализации может понять, что агентство готово справиться с этой задачей в срок, так как от него это ждут. После того, как «Пруфт» получен, мы даем сигнал к началу работы. Мы отправляем, опять же, отдельное автоматизированное письмо с пометкой «Старт». Если есть какие-то вопросы, которые нужно согласовать, прежде чем подтвердить задачу, это, как правило, происходит по имейлу. То есть у нас достаточно хорошее отношение с агентствами, все всегда готовы помочь друг другу. И, в принципе, у нас не бывает простое в получении информации от агентства. А базами Translation Memory вы обмениваетесь с ними? Спасибо. Базами Translation Memory вы с ними обмениваетесь или нет? Да. Соответственно, если речь идет о переводе ресурсов, то мы непосредственно в нашей системе автоматизированного перевода генерим бандл, отправляем его в агентство. У агентства стоит точно такой же софт, которым пользуемся мы. Соответственно, агентство обрабатывает именно в этом же софте. Наш бандл возвращает его нам в удобном для нас формате. Когда речь идет о переводе документации, происходит то же самое. Ну и, соответственно, когда мы отправляем задачу на перевод документации, мы также дополнительно предоставляем бандл с ресурсными строками билда для того, чтобы у переводчика просто были какие-то референс-материалы, для того, чтобы можно было понять, в каком контексте используется там тот или иной термин и как он переведен в ресурсах, чтобы не было лишнего несоответствия. Спасибо. У нас есть еще вопросы из Екатеринбурга. Первый за сегодня вопрос из Екатеринбурга. Я считаю, надо передать им слово. Так, Екатеринбург, вы нас слышите? Да. Задавайте вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия Винокурова, компания «Слан», город Пермь. Я бы хотела продолжить вопрос, который был поднят предыдущим моим коллегой. Почему вы используете, привлекаете сторонние агентства, а не зачисляете штат переводчика? Мне кажется, было бы логичнее, с одной стороны, если бы это был человек, который был бы в штате, он был бы знаком уже с системой и знал бы терминологию, может быть, быстрее бы получался бы обработка информацией. Спасибо. Спасибо за вопрос. На самом деле этот вопрос скорее не ко мне, а к менеджменту компании, потому что это все-таки бизнес-решение. Но, как я это вижу, во-первых, релизы продуктов не всегда синхронны с точки зрения языков. То есть, если бы все штатные переводчики, все переводчики были у нас в штате, то наверняка получалось бы так, что переводчик на какой-нибудь редкий язык, например, на литовский или на корейский, он какое-то время будет находиться без работы. Опять же, что касается языков, которые требуют пристального внимания, с которыми чаще всего идут работы, такие как английский, французский, немецкий, все основные локализации, здесь наоборот, здесь будет ситуация такая, что рабочие силы, если бы это были штатные сотрудники, которые тоже ограничены по каким-то причинам, их не хватало бы. Агентства, наоборот, всегда гибкие, они всегда готовы привлечь новый квалифицированный персонал для того, чтобы справиться с необходимыми задачами. То есть я думаю, что здесь чисто прагматичный интерес. Я ответила на вопрос? Так, и еще вопросы с Твиттера. И у нас уже время заканчивается, я думаю, что вы сможете задать на стенде вопросы вести. Да. Так, из Твиттера. Из Твиттера. Как вы нанимаете специалистов? Есть ли какие-то критерии? И есть ли какие-то инструкции по локализации? Если есть такие инструкции, то кто их готовит, разрабатывает? Спасибо за вопрос. Что касается наима сотрудников, как Семен говорил в своем докладе, весьма сложно найти специалиста, который, с одной стороны, знал бы языки, с другой стороны, обладал бы грамотным русским языком, и при этом еще имел достаточно корректные технические навыки. Поэтому я думаю, что в данном случае каждый специалист рассматривается индивидуально. Опять же, я не занимаюсь наимом персонала, поэтому могу не знать всех тонкостей. Но при этом, насколько я вижу, то есть специалисты, которые приходят на работу, мои коллеги, это либо люди с гуманитарным образованием, то есть люди, которые не просто знают один иностранный язык, могут экстраполировать теоретические знания о лингвистике на другие языки для того, чтобы в какие-то моменты предусмотреть возможные проблемы, возможные вопросы, которые будут возникать при работе с тем или иным языком. Или же это технические специалисты, которые, наоборот, хотят работать с языком, которым язык интересен, которым интересно документирование, которым интересна локализация. И, прошу прощения, вторая часть вопроса. Есть ли какие-либо инструкции по локализации? И если такие инструкции есть, кто их готовит, разрабатывает? Да, поняла, спасибо. Да, в нашем департаменте документирования и локализации есть определенный отдел. Это люди, которые занимаются аудитом и люди, которые занимаются как раз-таки разработкой требований и норм для различных аспектов локализации. То есть процесс существует стабильно утвержденный. Он задокументирован в базе знаний, посвященные отделу док-лок. Что касается, например, таких узких аспектов, как рекламентирование и использование терминологии, у нас есть терминологический комитет, который обсуждает тонкости того или иного термина, рассматривает, как тот или иной термин поведет себя в различной языковой среде и утверждают термины для использования также речь может идти в данном случае наоборот о терминах, которые запрещены и для использования по каким-то, к примеру, юридическим основаниям или по каким-то другим требованиям. То есть есть отдел аудита, который занимается дополнительным контролем переводческих баз, локализационных материалов после того, как релиз уже был произведен. И централизованно вся информация документируется, как я сказал, на SharePoint базе знаний, которая нашему отделу посвящена, которая разбита на разделы, где и новый сотрудник может получить общую информацию, например, о методиках написания технической документации или о системе локализации, о тех партнерах, с которыми мы работаем, о том, как рекламентировано наше взаимодействие с партнерами, о макросах, например, которые разработаны нашим отделом, о том, как их применять, о том, какую функцию они несут и так далее.